Приветствую вас. Если говорить глобально, так скажем, в общих чертах, то я бы выделил следующие проблемы. Чувство вины, непринятие себя, отсутствие личных границ и неуверенность в себя. Это вот те вещи, на которые вам имеет смысл обратить свое внимание. Потому что именно они, именно эти вещи мешают вам устраивать отношения с родителями. Именно так, как вы могли бы это делать. Потому что, да, родители на вас давят, безусловно, родители от вас чего-то хотят. Но, как вы сами справедливо заметили, то что они вас любят. Просто они любят вас по-своему. Не так, как, например, вам бы этого хотелось. Допустим. И, наверное, на этом стоит остановиться. То есть проблема детско-родительских отношений заключается в неумении ребенка говорить нет. По большому счету. В этом заключается основная беда. Детей. Я имею в виду. Можно ли это исправить? Можно исправить? Ну, безусловно. Безусловно. Безусловно можно исправить. Вопрос заключается в том, лишь только, хотите ли вы исправлять это? Потому что это определенная работа над собой. Это определенные усилия. Вот. Это определенные перемены. По отношению к вашим родителям, в том числе. И, соответственно, если вы не готовы к этому, если вы не готовы, если вы не уверены, что хотите что-то менять, то в каком-то случае, наверное, лучше даже не пытаться. Потому что будет пустая трата времени. Вот. Да, вы правы. Вы правы в том, что родители действительно хотят для вас самого лучшего. Это верно. Но они хотят для вас этого так, как они понимают. Ваши потребности, ваши желания, они как бы не учитывают. Да, и не учитывают, но совершенно не по той их причине, что им все равно. Не учитывают они этого по той причине, что в их реальности этого не существует. И все. Вам нужно это принять. По поводу того, почему вы себя так чувствуете, я имею ввиду, по поводу того, почему вы себя так ощущаете. Ну, лично я думаю, и я практически уверен в этом, что дело здесь. В том, что родители не давали вам свободы, не давали вам свободы столько, сколько вам нужно было. было. Вот. И всегда вас ограничивали. В связи с чего вы, с одной стороны, вроде бы, не хотите, вроде бы, чтобы они они о вас заботились, а с другой стороны, к этому тяготеете. Вот. Потому что родители вас приучили, к этому приучили вас. к тому, чтобы, что, ну, что о вас нужно заботиться. Вот. Ну, и в итоге, вот, такая у меня очень хорошая ситуация получает, к сожалению. Вот. Ну, собственно, это то, что я могу вам сказать. Вот. Корректируется ли это? Да. Это корректируется. Более чем. Это корректируется более чем. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься. вот. На самом деле. Если хотите этим заниматься, то все замечательно. помочь вам можно будет отграничиться, отграничиться немножко от родителей, да, отграничиться немножко от них, научиться выстраивать личные границы. Вот. Поработать со своими чувствами, чтобы, ну, лучше в них разбираться. Вот. Я думаю, что это не так сложно, как, ну, можно представить себе, например, или как это может выглядеть. Вот. Вот. Это не так сложно. Но. Это быстро будет определенных усилий. Вот. Вот. А если вы не готовы к этому, то я боюсь как раз, что ничего не получилось в таком случае. Вот. Поэтому вы подумайте. Еще раз. Для себя. Чего вы хотите? Вот. 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 Мы, мы вам поможем. Но, но нужно быть готовы, быть готовы на изменения. Вот. Такая вот история. А родители, они вашу позицию, конечно, примут. Вот. А, естественно, они примут ее не сразу. А, им это будет не так, что, прям, очень легко. Вот. Но они ее примут. Выбора у них, по сути дела, не будет. Понимаете? Вот. Это то, что я хотел вам сказать. Вот. Вот. По сути, вы описываете такие гиперопекающие отношения. Вы описываете гиперопекающие с одной стороны, с другой стороны, такие вот в какой-то степени, да, основанные на давлении, отношения, когда, вроде бы, вроде бы все искренне, да, но в то же время вы понимаете, что с определенным, с определенным контекстом. Вот. Я думаю, вот, как, я еще думаю, что речь идет о том, что вы не совсем верно, скажем так, расставили свои приоритеты. Что это значит? Что это значит? Расставили свои приоритеты. Это не так само адекватно. Ну, это значит, например, то, что вы хотите угодить всем. угодно. Так не бывает. Всем угодить не получится, к сожалению. Вот. Не получается так. Чтобы узнать, вот, с чем угодить. А вот. То есть. вы либо что-то делаете для себя и у вас это получается, например, ну, допустим, допустим, допустим. вы делаете то, что, к примеру, считаете нужным делать. Вот. Вот. И... И... Родители... Вообще, они... Недовольны... Этим всем, что вы делаете. И... Недовольство... Оно... В принципе... Ну, оно естественно здесь и здесь. Потому что... По их мнению поступаете вы неправильно. Вот. Понимаете, о чем я... о чем я говорю? Вот. Вот. Либо вы... Действуете по их. Вот. И тогда родители довольны, но недовольны вы. Вот. Вот. Тут вот... Варианты, они... Варианты, они... Что-то только такие. Да. Если родители не довольны... О-о-о. Тем, что вы делаете, делаете. О-о... То... Со временем это пройдет... Со временем это пройдет. Со временем это пройдет. Со временем пройдет то, что они недовольны, они, условно говоря, вашу позицию примут. Вот, у них как бы иного выбора не будет, кроме как принять вашу позицию, вот, ну вот, собственно, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать, что я хотел вам, вам и пояснить, вот, что я хотел вам, ну, дать, на данный момент, это, наверное, все, на данный момент мне, так думаю, что сказать вам, а больше нечего, конечно, в принципе, все, как бы, понятно, если так, вот. Учитель говорит нет, это, что-что, вот, такой девиз, глобальный ответ. А учитель говорит нет, и ситуация будет, станет гораздо легче. дальше. Вы говорите о том, что обижаетесь, когда родители, ну, пытаются что-то, что-то, ну, что-то вас спросить, что-то выяснить, вот. Что-то такое. У меня, у меня вопрос к вам, конечно. А вы чего ожидали? Ну, вот, правда, вы чего ожидали, вы ожидали того, что родители не будут вас допрашивать, вы ожидали того, что родители не будут вам интересоваться, чего вы ожидали? То есть, понимаете, обиды, обиды вникают тогда, когда человек чего-то ждет, человек чего-то ожидает, человек чего-то хочет, человек на что-то надеет, на что-то рассчитывает. Да вот. Так, простите. А на что рассчитывали вы в этой ситуации? Чего вы ожидали? И, может быть, вопрос будет несколько, вот, несколько правильнее поставить так, почему они, родители, должны были, перестать, перестать, ну, вами это стало, вот, такой еще, я могу задать вопрос. Дальше. Амм, вас задевают, вас задевают то, что они, ну, вами вот интересуются, за то, что они их, вот, что-то пытаются узнать, что они что-то пытаются, там, вам сказать и проще. Вас это задевало. Если вас это задевает, то я бы хотел, конечно, как-то, вот, наверное, понять, чем вас это задевает. Как вас это задевает, как, как вы себя чувствуете? Чувствуете. Чувствуете. Это очень важно. Очень важно, ну, понять и определить эти, ну, эти моменты. вот, потому что, да, это то, что, то, что влияет на вас, то, что вносит определенный такой, ну, определенный такой дискомфорт в вашу жизнь, я предлагаю. Так что, давайте разберем, что именно вас, его задевают и как в этой ситуации. что они, ну, что они интересуются вами, вот. Вы поймите правильно, я не тот, не тот, чтобы их оправдывать, я их не пытаюсь, не пытаюсь их оправдать. Но я хотел бы понять вас, вот. Если вы говорите про дождь, то вот, вот, вот это вот прям, 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 обезает. Вот. Ну, в целом, в целом. Я думал, что на ваш вопрос я ответил, вот, значит, всё по тексту продёмся, так, с папой практически не общаемся, с мамой сотрудница каждый день, мне уже не хочется ей звонить, но я не могу, она сразу, в принципе, ко мне на ближайшем посмотрел. Так, ну, здесь вы говорите о том, что вы с вами звоните, это точно такой достаточно важный момент, да, который нужно вот как-то, ну, разобрать, как-то рассмотреть, да, почему, вы не можете, условно говоря, без того, чтобы не звонить своим мамой. Вот, мне кажется, что, ну, как-то вот, продавцы, наборка этого тоже очень важна, потому что, если вы, например, сами понимаете, за что зависимы, то, значит, вы в чём-то нуждаетесь. Ну, племчит она на самолёте, хорошо. Племчит она на самолёте раз, племчит она на самолёте два, племчит она на самолёте три. И, что потом. То здесь нужно именно реагировать адекватно на действия, которые совершают вашу маму, ну, даже не только вашу маму, не только вашу маму. Ну, 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 вообще, вообще, любой человек, то есть, как бы, к маме вашей, как, наверное, таковой, это не относится. Вот, именно к вашей маме, как таковой. Ну, вот, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, то буду благодарен за его оценку качества лучшего. Спасибо. Я вам желаю всего доброго, удачи, я вам желаю мужества, я вам желаю терпения, я вам желаю стил. Вот. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.